всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на еще один довольно часто задаваемый вопрос о том как я работаю с плейбэками ну и вообще как стоит работать с плейбэками используя logic несмотря на то что до сих пор бытует мнение что лоджик не самая идеальная программа для использования на лайвах и многие продолжают использовать ableton live для этого там есть свои плюсы я про не говорить не буду по что я был там live я особо не пользовался особенно живых условиях я буду вам в этом видео рассказывать максимально только о своем опыте на примере парочки проектов покажу как у меня все это организовано и сразу скажу что этот вопрос очень индивидуальный то есть то что буду показывать я это исключительно мой опыт это исключительно мои проекты с которыми я выступаю и все организовано именно так как вот удобно именно ну во первых мне а во вторых под эти проекты подходят потому что еще раз повторюсь вот это вот момент он очень индивидуальный зависит от того как у вас вообще play back или то что вы будете запускать с ноутбука у вас интегрирован вашу живую историю то есть какой у вас состав какая роль у плейбэка либо это просто минусы на фоне и вы поете поверх либо это прям какой-то очень важный элемент склеивающий весь живой коллектив очень зависимости от этого у вас могут меняться подходы могут меняться сложность от самого простого до самого сложного варианта давайте рассмотрим такой довольно легкий мой вариант то здесь вы видите каждый трек представляет из себя ну каждая песня имеется ввиду представляет из себя отдельный файл то есть тут просто все уже собрано все смикшированные расставлено и как вы видите у меня все стоит такому вот такой лесенкой то есть у меня один файл находится на каждом своем треке и я рекомендую делать именно так потому что некоторые любят располагать все просто на одном треке но идея в том что вы можете таким образом чуть-чуть быстро даже на лету там вы слышите что-то громко можете какой-то файл сделать потише либо вы можете накладывать какую-нибудь обработку то есть например бывает такое что песни сделаны в разное время на разных студиях и там для каких-то сессий можно даже не добраться вы все это импортируйте в общую сессию и понимаете что у вас какой-то трек там один из там сделанных на другой студии у вас там очень много басов например относительно соседних треков и вы можете сопоставить эквалайзер что-то отфильтровать поэтому такая вот раскладка она вроде бы как бы кажется такой очень громоздкой большой но она довольно удобно в таких практических случаях вот и ну и плюс можно так всякие анализаторы повесить замерить громкость и так далее и вот например у меня здесь на каком-то треке вот здесь у меня стоит адептив лимитер который этот трек чуть-чуть увеличивать по плотности потому что он уже доходит до нуля но его громкости и плотности в плане rms или люфс параметров не дотягивал до соседних треков и чтобы соседние не делать тише я просто этот чуть поднял оставив лимитер с минус 0 3 но чтобы вместе с не был никого клипинга но при этом громко стало больше поэтому тоже такой нюанс очень важный плюс это опять же сейчас повторюсь я использую плейбэки в своей практике чисто для воспроизведения того чего нет на сцене то есть если вот здесь данном случае у нас есть все кроме гитары баса и вокала то есть в этих плейбэках потому что вот этот плейбэк вот этот проект он используется когда у нас состав басист гитарист я и два вокалиста собственно группы тестостерон и есть проекты немножко другие но я знаю что некоторые любят еще использовать такие проекты для реал-тайм озвучивания то есть там для игры на клавишах или для пения через какую-то обработку тут бывают уже нюансы потому что могут быть всякие задержки и прочее и какие-то даже надо глюки я тут про это рассказывать не буду потому что я сам этим никогда не пользовался никогда через лоджик не выступал скажем так поэтому я использую лоджик чистого для воспроизведения плейбэков и так на что еще нужно обратить внимание вот первый пункт я назвал что лучше располагать треки на своих дорожках и не на одной дорожке также вы всегда можете гейн подправить то есть если где-то прям чересчур перед песеном очень громко я просто у нее гейн здесь опустил ну можно конечно и на дорожке опустить но я решил здесь опустить вот таким образом я все привел плюс-минус к общему знаменателю для этого была выделена отдельной репетиционной сессии потому что дома к сожалению даже на отличных мониторах на наушниках не совсем реально оценить разницу между треками потому что может казаться что там разница не очень маленькая в домашних условиях или там студийных а когда приходишь на репетицию или еще дальше на саундчек перед концертом ты понимаешь что какой-то трека настолько мочит по саббасам относительно соседнего что кажется что у них разница там два раза хотя дома так не казалось поэтому обязательно закладывать перед концертом проверку вашего проекта плейбэчного внесите в него какие-то корректировки итог после это уже езжайте на площадку это очень важно второй пункт конечно же это клик вот вы видите что у меня здесь есть отдельный отдельный канал с кликом это медиклик я использую для этого сэмплер здесь просто indial kit life выбран и здесь у меня используется звук такой как ну как колотушки а он просто очень хорошо слышен можно конечно использовать и встроенный метроном но есть нюансы то есть устроенный метроном он звучит постоянно а тут у меня есть моменты когда я могу например метроном отключить то есть когда у нас уже закончилась песня она еще продолжает там какой-то хвост тянуться какой смысл слышать щелчки то есть это не очень удобно поэтому я решил использовать вот отдельный трек и во всех проектах своих с плейбэками я использую именно вот такую вот отдельную дорожку с кликом и бывает такое что некоторые песни нужно пустить внахлёст да то есть одна в другую и чтобы барабанщик например не сбился когда началась новая песня просто бывает что темп очень близок и интро какой-то затяжной и барабанщик может сбиться если он ну поймет что он еще не поймет это закончилась предыдущая или еще не закончилась песня то есть бывают такие ситуации поэтому вот когда клик исчезает барабанщик сразу понимает что а то песня закончилась там какой-то еще хвост тянется и вот пошел новый клик и тогда началась соответственно отсчет для новой песни как я располагаю клик я его обычно ставлю но в данном случае здесь когда какой-то интро за один такт но вообще если вы работаете с живыми барабанщиками всегда нужно оставлять два такта пустых то есть первый счет у вас будет для барабанщика и второй счет у вас остается для того чтобы барабанщик палочками отсчитал для остальной группы то есть это такой прям стандарт обязательный и можете прямо его брать просто за основу и всегда так делать и всегда плейбэки сдвигайте ровно на два такта после начала клика тогда бы вас барабанщик всегда будет в темпе и вам успеет задать собственно темп и вы все вступите как надо то есть это тоже такое важное пояснение и конечно же для того чтобы клик работал и все это естественно грамотно функционировал вам понадобится конечно же звуковая карта то есть просто встроенной звуковой карты там в макбук вы не обойдетесь потому что ну можно конечно все сложить в моно то есть и сделать выход всех плейбэков в моно например в левый канал встроенную звуковой карты а клик отправить в правый канал это все очень легко делается то есть здесь выбирайте аутбуд здесь есть вариант отправить в моно на и не сам нужно будет тогда дорожку перевести в монофоническое то есть сейчас у меня стерео клик то есть вам придется тогда центр перевести в моно и после этого все соответственно плагины тоже перевести в моно вот вас моно дорожка и теперь вы можете алпу здесь выбрать моно внизу и выбрать конкретный выход например 1 то есть это левый канал ваша звуковой карты у вас пойдет клик в левый канал а вправо канал вы также свернув все треки в моно вот каждый вы можете отправить например в altput моно во второй канал и тогда просто звукорежиссер у скажите когда будь отдавать вашу вашу звук с ноутбука чтобы он левый канал не выводил в зал а правый канал соответственно выводил зал но тут конечно же минус большой что это моно плейбэк то есть это не очень хорошая история там теряется конечно вся глубина особенно это на большом звуке сразу слышно монофонические плейбэки поэтому я рекомендую конечно использовать какие-то внешние звуковые карты самые вообще просто банальные маленькие можно конечно использовать фокус райт и которые тоже довольно компактные питаются от компьютера то есть им не нужно отдельное питание но самым популярным на рынке является вот такой вот такая вот маленькая карточка она на самом деле предназначена для диджеев и здесь два независимых стерео выхода один как бы на наушники другой как бы на в зал и тут ну довольно им просто пользоваться на самом деле их на вид очень много продается на старичном рынке рекомендую вам посмотреть если у вас такой карты нет она нативно поддерживается mac os то есть не нужны никакие драйвера ничего все работает автоматически это по сути такая звуковая карта который помещается в карман тут даже вот это продемонстрировано очень она удобно очень компактная и вне 20 канал единственно что у нее выхода конечно мини джеки поэтому вам скорее всего придется купить с собой ну просто в комплекте иметь два провода это с одной стороны мини стерео джека с другой стороны я рекомендую использовать 2 моно джека то есть у вас получается такая раскладка вы сможете в любой дебокс подключиться в любой микшер подключиться всегда и я конечно рекомендую это делать обязательно собой возить и плюс вам понадобится удлинитель для наушников для барабанщика то есть вот сюда вставлять удлинитель для наушников протягивать до барабанщика ну там закладывайте метров 5 зависимости от сцены но это минимум что у вас там ничего в натяг не было и барабанщик уже в этот удлинитель вставляет свои наушники и слышит соответственно клик вот то есть это ну тоже такая очень важная пометка касаемо клика вот и соответственно все это у вас здесь очень легко настраиваться. Я еще чуть в конце видео расскажу на примере другого проекта в плане именно маршрутизации сигнала внутри проекта. А здесь давайте еще поговорим о такой важной теме, как маркеры. То есть вот у нас программа построена, а что делать, если мне нужно программу быстро поменять? То есть мы понимаем, что какие-то песни неактуальны, или мы будем их в другом порядке менять. Для этого существуют маркеры, причем именно аренджмент маркера. К сожалению, плейлистов в лоджике нету, хотя это было бы удобно. То есть для каждого вот этого аренджмент маркера бы назначался какой-то некий свой идентификационный номер, и я просто где-нибудь в отдельном окошке мог бы их расставлять, и лоджик бы прыгал сам между ними и играл бы в нужном порядке. Но это, к сожалению, пока в лоджике не реализовано, поэтому нам придется сделать такие некоторые движения мышкой. Да, кстати, я еще не упомянул, что обязательно, конечно же, нужно прописать темпо-трек для каждого плейбэка, чтобы в том месте, где стоит плейбэк, у вас был нужный темп именно на темпо-треке. Я, причем, это делаю с запасом, опять же, закладываю два такта в начале, и у нас в конце еще я чуть-чуть оставляю запас после того, как трек закончился, то есть небольшую паузу, и после этого я уже ставлю новый, скажем так, маркер обычный, и ставлю новый темп, и от него уже выстраиваю дальше метроном и новый плейбэк, он опять закончился, опять, и так далее. И самое главное, то есть, как это вообще все происходит? Я сперва добавляю вот эти все треки, располагаю их на разных треках, на разных дорожках, далее прописываю с запасом, то есть я их отодвигаю так, чтобы между ними был зазор небольшой, прописываю дальше темпо-треки, кстати, при изменении темпо-треков они у вас будут чуть-чуть сдвигаться, сами вот эти вот файлы, поэтому их тоже надо будет подвигать. После того, как весь темпо-трек прописан, все четко, я прописываю вот эти вот маркеры, сам их добавляю по длине файла с чуть-чуть запасом, то есть по длине темпо-трека скорее, вот видите, да, то есть где смена трека, там у меня закончился маркер. Вот эти маркеры я все расставляю, а после этого я их просто все выделяю и перетаскиваю на дорожку arrangement marker. Почему нужно вот так вот все сложно делать, а сразу arrangement marker не делать? Дело в том, что arrangement marker очень такой чувствительный, то есть он не дает, например, вот здесь я, например, могу сделать какой-то зазор, да, пустой, вот arrangement marker такого не дает, то есть он прям друг к другу приклеен, можно сказать, и здесь нет такой гибкости, поэтому я все настраиваю с максимальной гибкостью на обычных маркерах, а потом их просто вот так вот переношу, как бы вот сюда на arrangement marker, и arrangement marker автоматически создается по тем же маркерам, что и у нас вот эти вот обычные. Так вот, для чего мне нужны, собственно, вот эти маркеры и для чего мне нужны arrangement маркеры, это такой третий пункт, очень важный. Значит, эти arrangement marker мне нужны для быстрого перематывания проекта, сейчас я об этом еще расскажу, как это работает, а arrangement, соответственно, мне нужен для того, чтобы быстро поменять setlist, то, о чем я уже начал рассказывать, то есть вот, например, я хочу, чтобы вот эта песня была первой, я просто перетаскиваю маркер сюда, и вот мы видим, что у меня и темпа трек, и клик, и сам трек перенес, и все, что я могу останется сделать, это так вот просто здесь трек поставить вверх, просто чтобы визуально более удобно это все смотрелось, вот. Либо вы можете наоборот поставить сперва порядок вот здесь по вертикали, например, как я это делаю часто, то есть вот, например, вот в таком вот порядке у меня будут идти вот эти первые шесть, ну, или пять треков. И дальше я смотрю, вот здесь у меня, значит, должна быть вот эта песня, дальше у меня должна быть вот эта песня, и потом, соответственно, вот эта песня. Все, и опять у меня все в порядке, все выставлено, и, как вы видите, все перемещается вместе. Если здесь у вас использована какая-то автоматизация, то есть есть какие-то там громкости и так далее, обязательно убедитесь, что все точки у вас заканчиваются с автоматизацией до смены вот этого arrangement marker, чтобы у вас ничего не слетело, ничего не уехало, потому что если у вас, например, будет какая-то громкость там идти и увидать только где-то здесь, то при перемещении вот этого трека у меня, конечно, вот это вот разорвется цепочка, и все может сбиться, поэтому я рекомендую за этим следить и точку четко заканчивать там, где еще не закончился arrangement marker, потому что иначе у вас потом все собьется. И обязательно убедитесь, что в закладке mix у вас здесь, в закладке автоматизация, у вас, сейчас найдем, вот здесь, где move track automation with regions, у вас всегда стоит либо ask, либо always. Ну, я рекомендую always поставить, то есть у вас будет всегда автоматизация перетаскиваться вместе с перемещением каких-либо регионов по проекту, поэтому ставите always, и у вас сюда будет все, скажем так, схвачено, ничего за кадром не останется, там никуда не улетит, не собьется, поэтому тоже очень такой важный момент, что касается работы с маркерами, именно с аранжировочными. И касаемо вот этих маркеров, есть очень полезная команда в kcommons, давайте найдем ее, называется go to next, например, я ввожу, вот есть go to next marker. здесь есть на touchbar команда, но давайте зададим, она по умолчанию клавиатурой никак не обозначена, и я сейчас просто выберу learn by k-label и возьму, например, такую команду, то есть у меня control command option и точка, то есть это как стрелочка вправо. и то же самое можно сделать go to previous, вот эта же команда только обратная, то же самое делаем learn и запятая английская получается у нас туда-сюда. Таким образом я могу теперь, когда у меня где-нибудь стоит курсор, я могу быстро мотать по маркерам, то есть прям по началу песни, потому что это бывает очень актуально, когда вы, например, у вас шла песня, что-то там пошло не так, вы, у вас, например, проект вы остановили вот где-то здесь, допустим, да, а он остановился, например, не ровно по сетке, и вы, чтобы там мышкой не корячиться и там не искать, как поставить вот ровно на начало, вы просто ставите, берете команду go to previous marker, и он автоматически встает на начало предыдущего маркера, и, соответственно, нажимаете пробел, и у вас точно клик запускается с нужного места, и барабанщик у вас, например, не вылетит, то есть все по форме четко, и вы, соответственно, можете быстро перемотать, то есть если вы понимаете, что вам следующие песни нужно пропустить, там, не знаю, по настроению не подходит, вы можете быстро подойти, нажать команду и переместиться к следующему треку и так далее, ну, то есть очень удобные команды, и думаю, что вам это тоже пригодится. Итак, это еще один проект, более сложный, на его примере хочу показать, как у меня еще более усложненно реализована система вот с плейбэками, то есть здесь у меня все объединено, видите, в папке, чтобы я мог их, если что, быстро свернуть, развернуть, и каждый трек у меня представлен из разных стемов, то есть в данном случае это какие-то перкуссии, синтезаторы отдельные, эффекты, бэк-вокалы, все это собирается в общую шину, на которой у меня установлены дополнительные всякие обработки, типа среза ненужных частот, лимитер, чтобы подогнать под соседние треки громкость и так далее, то есть и плюс я еще могу каждый стем здесь по громкости чуть подредактировать, здесь, видите, где-то громче, где-то нам тише, какие-то отдельные треки я могу тоже повырезать, ненужные частоты и так далее. И очень важный момент, опять же, клик у нас также представлен, как и в предыдущем проекте, то, что мы смотрели, у меня здесь есть отдельная шина, она девятая, называется Drummer, то есть у меня, смотрите, у меня на выход 3-4, то есть на дополнительный выход, с которого отдается барабанщику, у меня идет сам клик, а с каждого трека, то есть с каждой дорожки у меня все еще идет на девятый бас, то есть девятый бас, который у меня создан. Что такое девятый бас? Девятый бас это как бы сборная шина для всех плейбэков, то есть у меня мало того, что все идет вот в стерео-аутпут, каждый трек, то есть каждый мастер вот для каждого, для каждой песни у меня идет на стерео-аутпут, соответственно идет в зал, то есть к публике, так у меня еще идет посыл на девятую шину, а если мы сейчас найдем девятую шину с вами в микшере, вот она, она называется Drummer, и она, соответственно, идет тоже барабанщику, то есть вот мы видим выход этой шины у меня назначен тоже на 3-4, и соответственно, когда барабанщик у меня на репетиции или на концерте говорит, что, ну, клик слышит хорошо, но говорит, музыка, плейбэк сделай мне там погромче, потише, все, что у меня остается, это просто этот фейдер сделать громче, тише, и соответственно барабанщик у себя в наушниках вместе с кликом слышит плейбэк, причем он может его слышать громче, может слышать тише, это просто он мне говорит, и я ему делаю. Это для тех случаев, когда, например, вы отдаете клик только барабанщику, не отдаете его в микшер звукорежиссеру, то есть звукорежиссер не может построить барабанщику баланс между плейбэком и кликом, и вы это можете сделать сами в лоджике, и, соответственно, барабанщик вам скажет, сколько ему плейбэка нужно, а на эту шину все приходит с разных плейбэчных дорожек, то есть вот, все идет с этих шин, именно, даже сейчас оставлю здесь чисто шины, вот мы видим, что самих шин у меня всегда идет на вот этот девятый трек, то есть на трек барабанщика, а шина, соответственно, представляет из себя мастер выходы для каждой песни, а каждая песня представляет из себя вот такие стемы, то есть это такой более сложный вариант, также, по сути, все то же самое, как и в предыдущем более простом проекте, где у нас один трек на песню, но здесь просто у нас есть возможность залезть чуть-чуть под капот и сделать что-то погромче, потише, конечно же, для репетиции это более лучший вариант, потому что можно быстро что-то подправить, не залезая в основные проекты, там, не пересводя, не баунсить, ничего, то есть можно быстро здесь подправить стемы, но это, опять же, если у вас уже все интегрировано, вы знаете, что к чему, то есть у вас все треки одинаково выведены, с одинаковой логикой, да, то есть по вот этим стемам, то вы тогда можете так сделать. Еще такой последний заключительный вариант, это уже такой продвинутый, это когда вы выводите, вот здесь вы видите, у меня каждый трек представлен разным количеством стемов, плюс-минус, да, то есть где-то там несколько перкуссий, где-то там отдельные басы, дополнительные вокалы, но если у вас попроще материал, то вы можете, например, как поступить, вы можете вывести каждую песню с одинаковыми стемами, например, перкуссия, гитары, там, клавишные дополнительные и, например, бэк-вокалы, то есть у вас там 4 стема, для каждой песни, вот все, что у вас есть, там 10 песен в программе, вы их размещаете так же, вот как мы, как я вот здесь показал, на, в своей папке, вот со своими шинами, чтобы просто можно было что-то, ну шины уже не нужны, просто можете в папке разместить, чтобы можно было что-то сделать потише, что-то погромче, на вот тоже таком шахматном порядке лесенкой, но вы каждый стем, то есть вот, например, барабаны, вы отправляете, например, выход на шину, допустим, барабаны и так далее, то есть у вас получается там 4 выходные шины, то есть барабаны, там, клавиши и так далее, и вы с этих 4 шин отдаете это все в зал звукорежиссеру, но для этого вам, конечно, понадобится уже серьезный, серьезная звуковая карта с множеством выходов, как минимум 4 стереовыхода должно быть, вот, ну все используют Behringer XR, микшер такой многим известный, то есть его подключаешь по USB как раз к Mac'у, и он может отдавать аж 8 каналов, то есть вы можете отдавать 8 каналов с него в легкую, и таким образом уже на сцене звукорежиссер сам баланс между барабанами, между бэками, между клавишами сам микширует уже из зала, это, конечно, самый лучший вариант, он самый четкий, но это уже когда у вас прям полноценное шоу, у вас свой звукорежиссер, у вас есть четкий технический райдер, в котором прописаны определенные требования к микшеру на площадке и так далее, то есть тогда это реально сделать, без этого даже не морочитесь, вы больше потратите время на саундчеки, чтобы все это подключить, чем вообще сам концерт пройдет, поэтому я рекомендую этим уже заниматься, только когда у вас прям уже профессиональный подход к гастролям, к выступлениям, у вас команда есть своя, большие залы, хорошее оборудование и так далее, но просто на будущее вдруг кому-то пригодится. Ну что ж, на этом это видео подходит к концу, я дал вам максимальную информацию, как это все у меня работает, дал вам полезные команды, советы, еще раз повторюсь, это чисто все основано на моем опыте, вы, если у вас какие-то есть свои предложения или вы что-то делаете чуть иначе, может быть где-то даже проще, обязательно пишите в комментариях здесь под видео, либо пишите мне в телеграм-чате в нашем Logic Pro Help, все ссылки есть в описании к этому ролику, обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help, потому что здесь много видео, мы сейчас их выпускаем каждую неделю, также обязательно пишите ваши вот такие вот вопросы интересные, практически или связанные с Logic, чтобы я записывал ролики, которые вам актуальны, и всегда рад обратной связи, спасибо за просмотр, и увидимся с вами в следующих видео, ну а вам желаю успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!